Всем привет, друзья! На связи Андрей Гитт. Я, как всегда, рад вас видеть на своем YouTube-канале. В этом ролике я вам расскажу, как вернуть свои деньги, а точнее найти свои токены, либо криптовалюту, которую вы по ошибке отправили на приложение Stepan. Какие самые распространенные ошибки? Вы либо отправили Solano по сети BEP20, либо отправили какие-то стейблкоины, которые не поддерживаются приложением Stepan. Например, частая ошибка. Люди вместо USDC отправляют в USDT. Соответственно, функционал приложения не рассчитан, чтобы отображать эти монеты, эти стейблкоины, и у вас на кошелек ничего не приходит. Поддержка вам тоже помочь ничем не может. И как бы получается, что вы свои деньги потеряли и вернуть не можете. Сегодня я вам расскажу, как в большинстве случаев можно вернуть свои деньги обратно на свою биржу или на свой кошелек. Я уже помог так десяткам, если не сотни людей в своем чате, поэтому я понимаю, о чем говорю. Обязательно смотрите это видео до конца, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще по каким-то причинам на него не подписаны. И давайте уже начинать. Ну и также, друзья, уже по традиции не забывайте подписываться на мой Telegram-канал. Там я рассказываю обо всех финансовых инструментах, куда я инвестирую, делюсь оперативно новостями портфеля и скидываю другие интересные темы по заработку и криптовалютам. Также в описании канала есть наш Telegram-чат. Если у вас будут какие-то вопросы по поиску ваших токенов, обязательно вступайте в чат, там можете задавать, и я вам оперативно отвечу. Также мы там общаемся, друг другу помогаем и делимся результатами. Ссылки будут под этим роликом и в закрепленном комментарии. Обязательно вступайте, подписывайтесь. Итак, на данный момент приложение Stepan поддерживает две сети. Это сеть Binance Smart Chain, B20 и сеть Solana. Сегодня мы рассмотрим два случая, если вы что-то отправили по сети Solana и не можете найти. И во второй части видео вы что-то отправили по сети Binance Smart Chain. Алгоритм, последовательность действий будет везде одинаковая. Итак, давайте рассматривать по Solana. Если мы что-то перевели по Solana, для этого нам потребуется кошелек Phantom. Также нам потребуется секретная фраза в обоих случаях от вашего приложения Stepan. То есть, когда вы заходите в Stepan, устанавливаете приложение, там генерируете кошелек, он выдает вам секретную фразу из 12 слов. Я надеюсь, вы эту фразу записали. Если еще не записали, обязательно посмотрите в приложении, я думаю, там такая функция есть. То есть, мы берем секретную фразу, далее идем на официальный сайт кошелька Phantom. Phantom это один из официальных кошельков Solana, то есть, переходите, здесь что-то устанавливать, бояться не стоит. Можете проверить, если мне не верите. Переходим на сайт, в правом верхнем углу есть кнопка скачать, на нее кликаем. Здесь есть различные варианты, куда можно установить кошелек. Можно установить на iPhone, на Android, можно установить в браузере. Я рекомендую поставить именно в браузере. Но если прям компьютера нету, ставьте на телефон, в принципе, тоже вариант рабочий. Давайте я покажу на варианте Google Chrome. Кликаю на Chrome, далее переходим в магазин и кликаем здесь на кнопку установить. Все, устанавливаем кошелек наподобие MetaMask себе в браузер. После установки кошелька у вас откроется следующая страница. Будет предложено либо создать новый кошелек, то есть, генерировать новую фразу, либо будет кнопка восстановить кошелек, у меня уже есть секретная фраза. Мы кликаем именно на у меня уже есть кошелек. Далее она, как правило, перебрасывает на вот такую вот страницу, где нужно будет ввести свою фразу. Сюда мы прям по цифрам вводим свою фразу от приложения Stepan и нажимаем на кнопку восстановить кошелек. После установки вы просто открываете кошелек, будет он наверху в браузере во вкладке приложения значок пазла. Как MetaMask, в принципе, то же самое. Открываете и ваши USDT будут у вас вот здесь вот на балансе, либо какой-то другой токен, который вы отправили. Будет на балансе, если вы все сделали правильно. Можно также зайти в Explorer, там поискать, если здесь у вас что-то не отображается, найти токен, добавить его здесь вручную. Но, как правило, это уже помогает. То есть, все, что вы отправили на правильный адрес, будет у вас здесь на балансе. Чтобы отсюда вывезти, теперь на биржу, либо ухваты перевезти, вам потребуется Solana для комиссии. Потому что этот кошелек работает сети Solana и нужно платить именно Solana, соответственно. Мы можем кликнуть на Solana, далее мы кликаем на кнопку внести. Здесь будет адрес, жмем копировать, закидываем сюда немного Solana и далее уже с этого кошелька, ну, я думаю, это уже все умеют делать, просто выводим эти стейблкоины туда, куда нам нужно. Выводить нужно только по сети Solana, будьте здесь внимательны. Можете, как всегда, сделать тестовую транзакцию, перевести потом обратно минимум, чтобы убедиться, что все работает и уже вернуть свою всю оставшуюся сумму. Если у вас остались какие-то вопросы по возврату средств из сети Solana, как всегда, пишите в наш чат, я постараюсь вам максимально помочь, если это возможно. Также, если кошелек Phantom у вас по каким-то причинам тупит в браузере, это все-таки бывает, установите на телефон, попробуйте сделать эту же процедуру с вашего смартфона. Итак, следующий вариант, друзья, вы что-то переслали по сети BEP20. То есть, следующая ошибка, по сети Binance Smart Chain. Часто Solana пересылают, потому что сеть Solana перегружена где-то, отправить невозможно. И когда вы отправляете Solana по BEP20, то она превращается уже из Solana в обернутый токен. И, естественно, на кошельке она опять так же у вас не отображается. Здесь уже мы будем искать через кошелек Trust Wallet. Для этого переходим на сайт, устанавливаем себе Trust Wallet. Ссылки, кстати, на Phantom на Trust Wallet будут под этим роликом. Переходите, здесь устанавливаете себе, опять же, либо на Android, либо устанавливаете на iPhone. Далее, стандартная процедура, друзья, открываете приложение и уже нажимаете, опять же, не создать новый кошелек, а у меня уже есть секретная фраза, либо импортировать кошелек. Кликайте, вводите там опять свою секретную фразу от кошелька Stepan, от приложения, открываете кошелек. На балансе у вас будет 0, не пугайтесь. Сейчас мы будем добавлять наши токены, которые мы потеряли. Итак, нам нужно найти адрес смарт-контракта, токена, который мы переслали. Для этого нам потребуется Explorer сети Binance Smart Chain. Мы переходим на аналитический сервис CoinMarketCap. Вы можете воспользоваться каким-то другим, либо сразу же на BSK перейти. Ссылка, кстати, на BSK также будет под этим роликом. Но в целом, чтобы вы понимали алгоритм, переходите на CoinMarketCap. В графе поиска мы вводим BNB. Здесь есть Explorer, то есть обозреватель блоков. И мы выбираем здесь BSK Scan. Кликаем, открываем BSK Scan. Далее, что нам требуется? Нам нужен хэш нашей транзакции. Хэш нашей транзакции мы берем либо на биржу, либо на кошельке, с которого мы переводили на Stepan. То есть, как правило, если это биржа, заходите в истории транзакции, кликайте на транзакцию. И там будет текст ID, либо хэш, везде по-разному. Это набор чисел, набор букв. Вы его просто копируете. Далее переходите на BSK Scan. Вставляете в графу поиска. Прям кликайте копировать, ставить. И у вас будет информация о нашей транзакции. Здесь будет, откуда мы перевели, куда. Будет стоять адрес вашего приложения Stepan. И здесь самое главное будет токен, который мы перевели. Либо Solana обернутая, либо там еще что-то, что не отображается. Этот токен, он будет кликабельный. Но здесь у меня, к примеру, BUSD. У вас будет свой токен. Далее вы кликаете на этот токен. Нам нужно взять адрес его смарт-контракта. Здесь будет такая графа профиль Summary. Здесь будет контракт. Вот он контракт. Есть кнопочка копировать. Мы копируем этот контракт. И сейчас перемещаемся в кошелек. Теперь в кошельке Траствалит нам нужно найти функцию добавления токенов вручную. Для этого мы переходим в список токенов. Кликаем на настройки. Далее в графе поиска токенов мы вводим вообще любые символы. Нам не важно. Нам главное, чтобы появился значок плюса. А это значок для добавления токенов. Мы кликаем на плюс. Далее мы выбираем сеть сверху. Выбираем сеть Binance Smart Chain. Потому что именно в ней мы ищем токены. Ставим Binance Smart Chain. И далее вставляем адрес смарт-контракта нашего токена, который мы только что скопировали из Explorer. Вставляете и как правило все остальное, название, числа подставляются автоматически. Кликаете на добавить токен и вуаля, ваши токены будут у вас на балансе. Теперь, чтобы нам отправить эти токены куда-то и переконвертировать в правильные токены, например, ту же Solano, нам нужно BNB на балансе, опять же, для комиссий. Тоже самый случай, как и было в сети Solano. Только там нам нужна была Solano. Здесь нам нужно BNB. Мы выбираем BNB BEP20. Далее берем адрес BNB BEP20. И перекидываем на этот адрес по сети BEP20. Опять же, будьте внимательны. Закидываем сюда немного BNB. Пару долларов буквально хватит. И далее мы можем уже переслать эти токены обратно на биржу, обменять на настоящие или как-то там по-другому вернуть свои средства. Будьте внимательны, друзья. Пересылайте данные токены только по сети BEP20. Опять же, можете сделать тестовую транзакцию, чтобы быть уверенным, что вы все делаете правильно. После этого все остатки BNB вы также можете перевести на биржу и там уже продать, обменять на стейблкоины. В принципе, друзья, на этом все. Stepan поддерживает две сети. И вот вам два рабочих варианта, как можно вернуть обратно свои токены, свою криптовалюту. Напоминаю, если у вас остались какие-то вопросы, на каком-то этапе у вас что-то не получается, что-то непонятно, можете всегда написать в наш чат. Ссылка будет под этим роликом, в закрепленном комментарии. Напишите, объясните только нормально свою ситуацию. Через какую сеть вы отправляли, откуда, куда, какой токен. И я постараюсь максимально вам помочь. Опять же, не 100%, а если это возможно. Обязательно ставьте лайк этому видео, делитесь этим видео с друзьями. Я знаю, что очень много людей потеряли в Stepan деньги и не знаете теперь, как их вернуть. Я думаю, это видео будет им полезным. Пишите ваши комментарии, если где-то хотите меня поправить, может быть, что-то добавить. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео, друзья. Будьте внимательны и никогда не теряйте свою криптовалюту. Пока-пока.